Тестируем. Samsung SideSync. Или смартфон поселился в компьютере журнал. Digital World. 30 января 2015 года. Автор, Алексей Стародомов. Тестируем. Samsung SideSync. Или смартфон поселился в компьютере. Реклама в последнее время стала хорошим тоном рассуждать об отсутствии инноваций в мире смартфонов. Мол, нынешние флагманы похожи на прошлогодние. Очередной прирост производительности уже не заставляет сердце биться чаще. Работают гаджеты все так же мало, да вообще. Скучно как-то. Действительно, революция в области смартфонастроения не была давненько. Но столкнуться с чем-то новым и необычным в этом мире вполне реально. Главное, знать, где искать. Я вот при всей своей любви к разного рода гаджетам не знал. Оказывается, Samsung развивает систему для взаимодействия смартфонов. Galaxy и компьютеров. Будем называть ее так. SideSync. Уже больше года, а я о ней разве что слышал край муха. Слышал, но использовать не пытался. Как оказалось, зря. Изначально. SideSync. Поставлялась только с компьютерами. Samsung. Ставить клиенты данного сервиса на машины других марок не разрешали. Но потом, когда корейский Виндор решил свернуть деятельность в сегменте Windows ноутбуков. SideSync. Версии 3.0 сделали доступной для всех. То есть для всех тех, кто пользуется смартфонами. Samsung. Поскольку с другими аппаратами система несовместима. Как. SideSync. Работает. Ставим клиент для. Windows. Или. Mac OS. На компьютер, а в смартфон из каталога. Samsung Apps. Загружаем приложение. SideSync. 3.0. Далее запускаем программы на соответствующих устройствах и дожидаемся соединения. Последнее может быть установлено либо по Wi-Fi, либо по USB посредством кабеля. Признаюсь честно, последний вариант не тестировал, так как очень уж удобным мне он не кажется. То ли дело. Wi-Fi. Смартфон может валяться в одной комнате, а вы сноутбуком, гордо восседать в другой. Имея при этом доступ к большинству функций своей галактики. SideSync. На компьютере S Windows 8.1, слева, и смартфоне Galaxy S4 S Android 4.4 KitKat. Итак, если соединение прошло успешно, об этом чуть ниже, ибо со стабильностью все не так уж и безоблачно, то интерфейс смартфона отобразится на компьютере в отдельном окне. Смартфон может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Размер окна поддается регулировке, что удобно. Рисунок 5. Второй вариант использования. SideSync. 3.0. Управление смартфоном с помощью мышки и клавиатуры. То есть вы выводите курсор за грань экрана компьютера, и управляете мобильным устройством, не прикасаясь к тачскрину. Найти область применения такого варианта в случае смартфона мне не удалось, а вот если у вас планшет, да еще и с подставкой, минус тогда да, получается удобно. Его можно расположить на столе рядом с ноутом и при возникновении необходимости управлять им с помощью грызуна, что до функциональности в первом режиме, который с окошком на ПК в виде смартфона, то с компьютера доступно практически все, будто бы вы держите Galaxy в руке. Более того, компьютер начинает пикать при получении личик в ВКонтакте и выводить окошко с сообщением о пропущенном вызове. Плюс можно задействовать буфер обмена, копировать текст на ПК и вставлять в поле на смартфоне. В Samsung. Говорят, что можно и файлами бросаться методом перетаскивания, но тут все достаточно сложно. Я могу копировать файлы на Samsung Galaxy S4. А вот передать что-либо на компьютер мне с него не удалось. В файл менеджере смартфона при попытке выделить файл вылезает контекстное меню, не дающее перенести его за границу окна, то есть на рабочий стол ПК. У Samsung Galaxy S5. Такой проблемы нет, файлы можно без проблем копировать и на смартфон, и со смартфона. С голосовой связью все тоже непросто. Galaxy S4. Не может использовать динамики и микрофон компьютера для передачи речи, при поднятии трубки на экране ПК по комнате разливается. Тишина. А вот у пятерки таких проблем нет, ноутбук без проблем выступает гарнитурой, пусть даже аппарат лежит за стеной. Уже после завершения активной стадии тестирования я прочитал инструкцию по эксплуатации. И обнаружил, что так и да, голос передается только в случае. Кстати, как обстоят дела с более свежим. Galaxy Note. Четыре. Не знаю, в инструкции он не упомянут, почему функция совершения звонков и приема вызовов не блокируется при подключении. Galaxy S4. И прочих пожилых аппаратов. Бог весть. А жаль, ведь это было бы вполне логичным. Я вот даже разволновался, а вдруг с четверкой что не так? Чем? Сайт Синк. 3.0 покорил лично меня, так это возможностью использовать клавиатуру компьютера в сервисах, клиентов которых для Windows не существует. Взять тот же Instagram. Я раньше крайне редко отвечал на комментарии к фотографиям, так как было лень набирать длинные тексты на виртуальной клавиатуре 5-дюймового смартфона. Теперь же это можно сделать с компьютера, в окошке, где отображается интерфейс Android со всеми приложениями, включая Instagram. Ну и, разумеется, отвечать на SMS, используя клавиатуру ноутбука, тоже приятнее, чем с дисплея любой из моих галактик. В целом, начинание очень правильное, его стоит развивать. К сожалению, Samsung не всегда ответственно относится к своим дополнительным разработкам. Тот же GamePad корейский Windows забросил в магазине Samsung Apps. Порядка тоже не наблюдается. Посмотрим, что вырастет из SideSync. На самом деле, поработать есть над чем. Например, программа на ПК регулярно вылетает с ошибкой. А еще хорошо бы отшлифовать совместимость и блокировать при подключении те функции системы, которые конкретный смартфон не поддерживает. Ну и вообще неплохо бы всерьез заняться стабильностью. Например, мой приятель пытался протестировать. SideSync S Galaxy Note 2 и Galaxy Note 10.1 2014, и у него ничего не вышло. Ни по Wi-Fi, ни по USB. Грешить на роутер я бы не стал, поскольку у него TP-Link TL-WDR4300. Точно такой же, как и у меня. В общем, с нетерпением жду новых апдейтов. И на Samsung. За некоторую сырость вышеописанной системы зла не держу. У той же Apple. С ее непрерывностью. А.к.а. Continuity. Все, говорят, тоже непросто. А ведь перед яблочной компанией стояла чуть более простая задача по привязке смартфонов к ПК, и первые, и вторые у нее своей разработки.